Выходим на тренировочку, где легенды спорта. По моей методике выходят первые. Они смотрели, как я выхожу первый, доказываю и стал лучшим. Теперь они так же пытаются быть таким же, как и я. Бисеклета. Английский футбол. Джога Бонита. Почему эти слова всплывают в голове, когда я вижу вас, Максим? Знаешь, как у меня в рубрике «Найди общее». Это все специальные линии от наших друзей из тенниси. Такие есть только у них и только у них в приложении по ссылочке в закрепленном комментарии. А по промокоду Дмитрия Викторовича вы получите до 20 тысяч пунктов на первые три пополнения. Выход каждого нашего ролика поддерживает компания «Тенниси». Переходите в закрепленном комментарии и увидите. Смотри, вот, ребята, на камеру вышли первые. Типа, с ними нас говорят, что первые. Ну, ты понимаешь? Идут в раздевалку. Я говорю, вот просто все на камеру. Мы делаем работу Шумахера. Нету мячей на поле. Знаешь, как? Это называется «синтетические футболисты». Вот они перед вашими глазами. Мы идем за мячами. Андрей Шумахер, Данила Прошляков. Как Эдем Смальтер, такие же обманщики. Все делают на камеру. В зал приходят, фоткаются. В течение сезона выигрывал, тот и участвует. А челлендж вышел уже? Челлендж? Да. Как ты, брат, после штрафа в 5000 рублей себя чувствуешь? Я вообще в шоке. Мне еще, наверное, штук пять придет. Да? Еще яйцо скинули на машину, это просто, я не знаю. То есть, кто не знает, но если есть парковочка, где мы тренируемся, она очень такая коварная. Вот я попал на штраф, Леня попал на штраф. Вот. Как себя чувствуешь? Да ничего, вот эту неделю в общей группе вроде все хорошо. Будем готовиться к игре. Ты готов к игре? Я, да. Главное, психологически и все хорошо. Лина пришла со своим сообщником. Молочка принесла. Как дела, Лин? Что нового? Уже он, спорной не надо. Утеплила, да, его? Да, давай покажем Филин, на адресе. Смотрю, что у него есть. Вот так. Тут родственная, вот. Видел такое? Ну, сейчас сразу же в этой комментарии поступят вопросы. Где можно приобрести этот кулон? Я не помню. Новый СММ, брат, ну расскажи про себя. Ну, что сказать, просто. Ну, ты для боев уже как будто готов, вот уже. Ты просто готовый медиафутбольный боец. Не-не, я думаю, это добро. Ну, хорошо, давай пофантазируем, если бы ты вышел на бои, под какой бы трек ты вышел? Хороший вопрос. Я бы, наверное, вышел под... Я бы под Мудрингу вышел, знаешь? Попсмок? Какой-нибудь Попсмок, да-да-да. Вот это, под Диоргу вышел. Брат, ты бросил вызов этому парню, хорошему парню Сергею Кутузову? Да нет, ну конечно не бросил. Мы все в дружеской такой ноте, знаешь, но, брат, если монетка будет, почему нет? Why not? Ты готов, чтобы Дмитрий Куисов Инкорпорейшн представлял тебя как промоутер на этих боях? То есть мы уже придумали выход. Братан, не-не-не, это когда я в углу буду сидеть и Николай не забыл. Да-да-да-да. Да-да, очнись, бля! Мы себе предпочитаем, что тут и действовал, мне правильно, бля. Проходи ему в ноги, бля, а не бей затылок, бля. Вот жаловались, что типа музыка не накладывается, сейчас будет наложена музыка. Я начинаю эту музыку. Я вам сам прегнать. Давай. Не-не, я бьюсь один в ринге. Меня окружало стояки еми. Я всех разорван на части. Когда лев ранен, по ночи не опасен. Одно время на добрый и гордый. Я достойный враг садзи и душ бедный. Я дитя солнце, а не камень подводный. У меня нет грибы, но я лив. У меня нет грибы, но я лив. А ты же с Карпиным работал, да, вроде где-то? Ну, работал. Работал, да, ты с ним? То есть под его руководством ты тренировался? Ну, конечно. А ты можешь ему написать, чтобы он пересмотрел свое решение по поводу матча с медиалигой? Ватсап. Ну, в принципе, телефон есть его? Конечно, есть. Давай напишем. Давайте, пацаны. 100 тысяч лайков. Нет, 100 тысяч лайков многовато. Напиши Карпину хэштег. Хэштег пишем Карпину. Давай, какой? Запускайте. Просто под этим видео. И мы ему пишем. У Проши берем контакт и пишем. Просто петицию собираем. И делаем невозможное возможным. Будущие бойцы смешанных единоборств. Алексей Курзенев, Артур Газданов. Сейчас пока чуть-чуть, ну, односторонним могу. Вот это скрываю пока. Но правое могу делать. Не, брат, это ноги надо включать, значит. Покажи этот low kick сможешь? Курзенев, под какой трек ты бы вышел на бой? Матушка этот. Не, уже выходят люди. Кто? Кто посмел, блять? Какие-то у вас сказания из татарских? Да нет, по татарски я не знаю. Ну ладно, что там. Но ты что, ты бы вязал или ты бы так ногами за счет длинных рычагов бы работал? Я бы сразу в атаку, знаешь, с 7 силами. И попал в плен потом, блять. Ну ты грэпплер типа или ударник? Кстати, не знаю. Не скажу так тоже. А, сразу, да, что соперник не готовился, да? Да, конечно. Никто не знает это. Ты, может, забайтил, может, и неправдой будет. Да нет, там Севска, мы сейчас разбирать. Севска, она сейчас все и видео будет смотреть там. Да, просто сам он тебя в натуре войдет и выстегнет. Ты веришь в это? Нет, ну бывает же всякое. Да, если вот сюда попадет, и ты... Ну, не дотянь. А ты на расстоянии? Конечно. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Все верно. Сергей Евтушенко, более известный как француз, автор дебютного гола, победного гола. После этого к нему прибыло 300 подписчиков. Что чувствовали, когда видели, как увеличиваются цифры в вашем телеграмме? Радость чувствовал. Какие-то у вас сухие ответы, Сергей? Можете как-то немного развернутые давать? Да, ну что чувствовал? На самом деле я вообще не следил за подписчиками. Не до этого было. Много поздравлений было. Хорошо. А если бы не футбол, чем бы вы занимались в жизни? Киберспортсменом. Киберспортсменом, да? То есть вы активно тренируетесь в Counter-Strike 2, если мне не изменяет память, правильно? Пять раз в неделю. Хорошо. На Dusty 2 вы бы что держали? Какую позицию? Ну я не привязан к позициям, я по всей карте бегу. Но больше, наверное, мид с АВП взял бы. Не смотрел. Сергей, почему вот смотри, несправедливость какая. Ты забиваешь гол, на тебя подписываются тысячи, но на него 200-300 человек. Почему гол? Два гола. А, да, извини, извини, это первое. Потому что он не фотогеничный, вот ты фотогеничный, брат. Он, это, не харизматичный. Да, да, да. Сними его, блядь, статуя, блядь. А ты че довольный такой? Рад тебя видеть, брат, рад тебя видеть. Ебать Тоттенхэм, ебать. Почему Тоттенхэм? Не знаю. Смотри, брат, вопрос такой для всех сегодня. Если бы ты на бой вышел, под какой трек? Че, если? На бой вышел, под какой трек? Если на бой вышел, то под трек... Ну, не, ну, бля, не знаю, че-нибудь. Бля, брат, на меня пиздец. Ну, какой-нибудь этот, под Чивкифа, блядь. Бичи зла в соус. Субтитры сделал DimaTorzok. Праздинский точек дает дивизияг. Если бы сталия, тихо, глядь. Ну приготов, я блядь. Рев deeds, эхо, молодые сортов.. Мы готовы, готовы, season 5- итак. Любила, голые бусы я сейчас Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Азамату надо знать, чтобы быть объективным, до конца ситуацию, как шли переговоры между нами. Вот и все. Что касается, я знаю, там, центричности, да, тут, вроде, центричности. Ну, естественно, мы понимаем, что такого нет и быть не может. Вот что самое главное. И вопрос по тому, знаю ли я законы футбольного рынка или бизнеса, да. Ну, естественно, я в футболе уже сколько лет варюсь. И я все это прекрасно понимаю. Просто чуть-чуть неприятно, вот честно вам скажу. И мы уважаем команду десятку, да. Лично я уважаю Азамата за то, что он вкладывает такие средства. Свои личные даже средства. Вот в чем вопрос. У меня к нему претензии. В этом вопросе нет. Ну, а в любом случае перебьется. Как вот действовать на рынке, если вот люди перебивают сумму? Ну, видите, они десятка вот скоростов идут по этому пути. У нас мы идем чуть-чуть по другому пути. Мы не можем давать там, например, огромные зарплаты. Ну, что мы можем дать взамен этого? Ну, прежде всего, рост спортивного мастерства. Особенно для молодых ребят. Однозначно. Вот. И, естественно, правильный тренировочный процесс. Это вообще для футболистов основа. У нас даже есть ребята, которые пришли у нас в команду не за деньги. Ну, честно, если сказать. Не за деньги, а пришли, чтобы получить правильный тренировочный процесс. И потом они подрастут. Вот в чем дело. К Азамату я отношусь с уважением еще раз. И мы друг друга встретим. И я знаю, что мы пожмем друг другу руки. Завтра игра с Fight Nights. Пятая по счету. И вот, если какие-то позитивные, положительные моменты из этого противостояния можно вынести? Из того, что пять раз с одной командой встречаешься. Позитивные? Да. Ну, позитивные – это, наверное, то, что мы их знаем хорошо. А негативные – что они нас хорошо знают. Ну, мы уже предполагаем, как будем играть. И они тоже. Поэтому, я думаю, что зрители вправе ждать очень закрытый футбол. Ну, то есть, с другой стороны, если постоянно играешь сильным соперником, легче потом в плей-оффе, правильно? Ну, естественно. Ты привыкаешь, ты уже знаешь, на каких скоростях действовать. И тем более соперники, которых ты смотришь, изучаешь, они для тебя доступны становятся. И ты знаешь, слабые, сильные места. Но, как правило, в плей-оффе нету слабых соперников. Там все время сильные, и играть намного интереснее, потому что дают играть. И мы даем, и они дают играть. Поэтому, я думаю, в плей-оффе будут голы. Еще один новичок – Тудороц, брат. Ты попал в заявочку. Расскажи про себя, кто ты, чем дышишь, как жизнь вообще? Ну, я простой пацан. Играю в футбол, получаю удовольствие. Так, я пришел здесь. Кайфану получить удовольствие, поднять этот кубок, вернуть его домой. Телега есть у тебя? Нет, еще. Еще не успел. Все будет. Ну, а что, скажи, расскажи, ну, про себя расскажи, что ты, где играл, там, что-нибудь такое. Ну, поиграл, поездил на это, ладно, такое. Играл в роторе, в шиннике, где еще мне все химики, факели в Воронеже. А, по фанелл, да? По фанелл, в игр 100 сыграл. Ничего себе, 100 матчей фанелл – это серьезно. Это очень серьезно. Получаю здесь удовольствие. А сколько самая большая сумма, которую ты получал в месяц, будучи игроком в фанелл? Ну, это я не могу сказать. Ну, контракт уже... Я когда-нибудь потом скажу, но пока не могу сказать. Хорошо, ждем мемуары твоей. Я от этого еще к этому не привык. Все, давай, брат, привыкай, привыкай. В счастливе. Братик, что, не успели подписать, уже выгоняют с поля тебя, потому что не можешь без дополнительных 100 ударов по странировке, верно? Конечно. Надо доработать, соточку пробить и все. Ну, расскажи себе, представь себе аудитории, тебя подписали, ты новый трансфер, про тебя никто еще не знает. Представься, расскажи про себя. Я перебью, видел в Телеграме, там, в принципе, что-то Динамо, вроде бы РПЛ, сережечки в ушах, причесочка. То есть, все на уровне, как в Берлиге. Расскажи про себя. Ну, слушай, я играл в Динамо. Два года где-то поиграл. В основном составе числился. Вышел в кубки в РПЛ, к сожалению, не получилось дебютировать. Но все впереди. Да и все, потом в аренду уехал в Грузию и в Тудроц. Не знаю, временно тут или надолго, но надо забрать кубок, никому не отдавать. У тебя национальность грузин? Нет. Национальность Россия? Да, да, да. А, ну, корни грузинские? Ну, отец, да, грузин, а матушка из России. С Хворацхелий поддерживаешь контакт? Есть связь с ним? Нет. Нет. Ну, что, по лечкам, что расскажешь, болячки? Телеграм есть у тебя? Да, Телеграм, Телеграма нету, есть зато Инстаграм. Подписывайся на Инсту, там каждодневные истории, моя жизнь, все кипит. Бурчит, 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 вот. А так, приходите в пятницу, нас поддержать, будем опять рвать Fight Nights. Кто-то там говорил, по-моему, Арчи говорил, что болельщики недовольны, что мы якобы играем в Капеселе Атлетико Мадрид, там, и так далее. Точнее, Арчи так сказал. Да, да, да. На самом деле, у нас мы просто подготавливаемся, мы можем играть в Капеселе Атлетико Мадрид, можем в Сити загоним в бровку и мяч не отдадим. Можем в Ливерпуле сыграть, то есть мы, ну, стараемся гибко подходить к каждому матчу, вот, поэтому, пускай болельщики не переживают, мы все равно покажем зрелищий футбол, так что, и без вас мы точно не победим, приходите все.